Приветствую! Министр обороны Украины Резников заявил о том, что ТЦК и СП в ближайшее время получат максимальный доступ к государственным реестрам в Украине. И вот сейчас мы поговорим о том, почему это делается, как это будет происходить, соответствует ли это действующему законодательству и к чему это приведет в конечном счете. Итак, почему это делается? Мы прекрасно понимаем, что в Украине введено военное положение, идет мобилизация и ТЦК и СП должен иметь информацию о людях, а он ее не имеет. Почему не имеет? Ну, потому что среднестатистический 40-летний мужчина был в военкомате, да, тогда он еще был военкоматом, последний раз, ну, лет 18, да, не сильно мы жаловали военкоматы посещения. И вот получается сейчас какая ситуация. ТЦК и СП не имеют вообще никакой информации о человеке, да, ну, в лучшем случае у него есть фамилия, имя, отчество и место жительства, которое было вот тогда, лет 20 назад. Как итог вот этой прекрасной работы ТЦК и СП мы получили следующее. Мы получили вот те все конфликты на улицах, которые мы с вами наблюдали в интернете, да. Когда пытаются выяснить у человека данные вот там на улице, что, ну, мягко говоря, не совсем соответствует действующим законодательству. Вот, чтобы вот эту проблему убрать, что хочет сделать государство? Государство хочет в реестр военно обязанных призывников и резервистов, а мы с вами знаем, что такой реестр есть, есть закон, этому закону уже сколько, 6 лет, есть положение о таком реестре. И вот государство хочет в этот реестр затянуть из других реестров данные, то есть такая себе синхронизация реестров будет происходить. И, соответственно, получить полный набор данных о человеке, о его семейном статусе, о его месте проживания, о его месте работы. Зачем? Для того, чтобы человека в конечном итоге призывать и чтобы повестка вообще была законной, да, чтобы повестка заполнялась в ТЦК и СП и, соответственно, она приносилась человеку туда, где он живет, либо работает. То есть к чему это приведет? Да, к тому, что когда произойдет синхронизация реестров, ТЦК будет знать о человеке ну вообще все. То есть он будет знать не только где человек живет, он будет знать и где работает, и какие у него родственники есть, и даже у них будет цифровая фотография. Но это в том случае, если вы в недалеком прошлом получали права, либо же паспорт. Как это все будет происходить? Происходить это будет в автоматическом режиме, никакого согласия от нас требовать не будут, просто кто-то сядет, напишет софт, который позволит синхронизировать эти реестры. И все. В лучшем случае нам придет уведомление о том, что данные про нас, наши персональные данные, переданы из одного реестра в другой. И вот здесь мы подходим к вопросу, а как же быть защитой персональных данных? Соответствует ли это все действующему законодательству? И перед тем, как разобраться с этим вопросом, я хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, информации в нем гораздо больше и появляется она более оперативно, чем в ютуб-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Ну а теперь перейдем к вопросу, а соответствует ли вся эта история синхронизации реестров действующему законодательству? И посмотрим мы лишь один закон, который даст нам ответ, ну по меньшей мере по одному, по основному реестру. И вот на экранах вы видите статью 11 закона Украины о едином государственном демографическом реестре. И здесь мы обращаем внимание на часть вторую, где указано, что надание информации, відомостей або других персональных данных про особу, что местятся у реестры, здействуется исключительно у випадка передбаченных законами Украины и лишь в интересах национальной безопасности, экономического добробута и защиту прав человека или за згодой самой особи. Данная конструкция говорит о том, что есть два основания для передачи данных из реестра. Первое основание это за згодою людыны. И вот это словосполучник або говорит о том, что есть и другой способ без согласия человека. И этот другой способ без согласия возможен только в том случае, когда это прямо предусмотрено законом и лишь в интересах нацбезопасности, экономического благополучия и защиты прав человека. И конечно же для вас сразу возникает вопрос, а где же тот закон, которым предусмотрена возможность передавать из единого демографического реестра данные в единый реестр военнообязанных? Ответ здесь, он кроется здесь, в части 4 этого же закона. И здесь мы видим, что в видомосте або инши персональні данные про особу призывника військовозобовязанного резервиста, что местятся в реестре, передаются до единого демографического реестра призывники військовозобовязанных та резервистов в электронной форме в обсягах данных, зазначенных у статтях 7.14 закону про реестри військовозобовязанных. То есть мы с вами видим вот тот самый случай, когда законом прямо предусмотрена возможность передачи данных из этого реестра, из демографического реестра, соответственно в реестр военнообязанных. К чему это я веду? К тому, что государство подготовилось и создало нормативно-правовую базу для передачи данных. Более того, обратите внимание, это сделано было еще в 21 году, такая статья появилась. Что касается того, в каких объемах передается вот эта информация. Вот мы откроем реестр, соответственно, закон о реестре военнообязанных и здесь вот какие данные в 7 статье указаны. Призвище, имя, по-батькови, дата народжения, место народжения, стать, место проживания та место перебывания, ведомости про батьки, ведомости про семейный стан особы, реквизиты паспорта, ведомости про громадянство. Дальше перечень, видите, тут большой, не буду весь его перечислять. Ссылочку оставлю в описании, кому интересно, вы сможете зайти и ознакомиться с этим законом. Итак, как мы с вами видим, правовая база для передачи данных из одного реестра в другой есть. Далее, к чему это все приведет? Скорее всего, как мне думается, это приведет к тому, что когда все реестры уже синхронизируются, и не только с этим реестром, понятно, нужно будет и реестр ФОПов сюда подтянуть, чтобы понять, кто где работает. Понятно, что государство подтянет реестр ПФУ, пенсионного фонда, чтобы как раз понять, кто там получает выплаты по инвалидности, другие соцвыплаты. Подтянуть сюда, скорее всего, еще и базу налоговой, хотя и база ПФУ, в принципе, уже даст возможность понять, кто где работает. То есть, когда вот это все сведут воедино, в конечном итоге, мне думается, что это будет зациклено и привязано все к ДИЕ, и наверняка в ДИЕ мы будем получать повестки. И, конечно, сейчас есть люди, которые скажут, да, давай я удалю эту ДИЕ и все. Мне думается, что будет введена обязательная авторизация по ДИЕ в любых госорганах. То есть, приходя, сталкиваясь с государством, человек должен будет авторизоваться через ДИЕ. И мне думается, что придем к тому, что там будет блокирование этой функции в том случае, если у тебя есть повестка. И, соответственно, ты не можешь авторизоваться, тебе не предоставят услугу, соответствующую от государства. И думаю, что пока ты не явишься в ТЦК, тебе не будут вообще оказывать эти услуги. И, таким образом, мы придем, знаете, к чему? К, ну, скажем так, более цивилизованному принуждению к походу в ТЦК и СП. Потому что то, что мы сейчас видим, вот эти варианты с операцией Бусик, это то, что не совсем цивилизованно. А вот через регистрацию, через синхронизацию реестров мы придем к тому, что сначала будут повестки присылать, приноситься домой и на работу, и это будут уже заранее заполненные повестки. Ну, а те люди, кто не работают официально, да, и не проживают по месту жительству, их, скорее всего, будут доставать через ДИЕ, через вот обязательность авторизации, через ДИЕ, где-нибудь, где человек будет сталкиваться с государством. Амазон, возможно, и расширят, возможно, там обяжут банки авторизовать людей через ДИЕ. И, как результат, ну, вы уже и так сами поняли, какой будет результат. Человек придет в ТЦК и СП для того, чтобы, соответственно, обновить свои данные. Да, ну, сейчас такая у нас программа есть, да, обновляй данные в ТЦК и СП. Хотя, какой тут вопрос про обновление, непонятно, потому что эти же данные из реестров, а в реестрах, ну, они, как правило, все-таки более-менее актуальны. Вот я вижу всю эту историю синхронизации реестра вот так. Не думается, итоги будут такие. Возможно, могу где-то ошибаться в своих предположениях. Мог что-то пропустить. И поэтому напишите, вот, что я мог пропустить, да. К чему еще, по-вашему, это может привести? Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.